МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире события в студии Андрей Трой. Смотрите в выпуске. Покорит ли Арктику новинка автоваза? Городской кроссовер X-Ray отправился в экстремальное путешествие по северным широтам. Впереди 6 тысяч километров по бездорожью и морозам. Не откладывать на лето. В мэрии прошло совещание по генеральной уборке города. Зима, прощай! Как прошли масленичные гуляния в Самаре? Первое серьезное испытание на выносливость для флагманской новинки автоваза. Немного волжского солнца на север привезет с собой оранжевый X-Ray. Городской кроссовер в компании уже бывалых Lada 4x4 отправляется штурмовать арктическое бездорожье. Старт дан. В Тольятти команда пилотов-экстремалов в добрый путь провожала Мария Нокравцова. Автоэкспедиция держит курс к морю, Баренцеву. Флаг автоваза планируют установить в поселке Ворандей Ненецкого автономного округа. Это одна из самых северных точек России. Маршрут проложен через Тыктывкар, Нарьянмар, Киров и Казань. Всего почти 7 тысяч километров. В суровых условиях севера, в межсезонье, по снежной каше и льду. Опытной команде вазовских экстремалов не впервые рулить навстречу стихии. В прошлом году она побывала в горах Кавказа. Главное не пасовать, а приключения в пути гарантированные. На Эльбрусе проскакивали, там обвалилась дорога после дождя. Ну вот там проскакивали машины боком. Летело вниз было 400 метров, там можно было просто кубарем свалиться туда и все. Спали на хибинах, в палаточке, с утра проснулись, вокруг нас стая волков кружила оказывается. А мы не заметили этого. Проверенных сложными трассами коней к северному путешествию подготовили. У Лада 4х4 богатый опыт экстремальных путешествий. Вот этот трехдверный автомобиль уже покорил Эльбрус. Поднялся на высоту почти 3700 метров над уровнем моря. Теперь легендарный отечественный внедорожник продемонстрирует свою всепогодность, устойчивость к арктическим морозам. Для этого автомобили модернизировали. Помимо прочих новшеств оснастили дополнительной системой теплоизоляции. На модели Лада 4х4 увеличили дорожный просвет, усилили шасси. Машины оснастили силовыми бамперами и порогами. Двигатели и коробки передач остались серийными. Кроме трехдверной и пятидверной комплектации Лада 4х4 в поездку отправится новинка – кроссовер X-Ray. Его даже улучшать не стали. Весьма амбициозная заявка. Конструктивно уже базовая версия приспособлена для длительных путешествий в любых погодных условиях. Высокий дорожный просвет и хорошая проходимость позволяют не зависеть от качества трассы. Мы позиционируем этот автомобиль как автомобиль-кроссовер, городской кроссовер, пока еще только в переднеприводном исполнении. Но даже в таком виде этот автомобиль вполне может претендовать на преодоление вполне внедорожных трасс. Особенности поведения машин на разных трассах и в разных климатических широтах участники экспедиции будут ежедневно записывать в бортовой журнал. Вернуться планируют ко второму апреля. Марина Кравцова, Артем Сулайманов, События. Обеспечить безопасность объектов, строящихся к чемпионату мира 2018. Такую задачу поставил перед силовиками губернатор Николай Меркушкин. Среди объектов, которым нужно уделить повышенное внимание, стадион Самара-Арена. А также тренировочные базы, площадки, места проживания команд, представителей ФИФА и членов Оргкомитета «Россия-2018». Под особым контролем должна оставаться и транспортная сеть. Аэропорт Курумыч, Железнодорожный, Речной вокзалы, Автовокзал Центральный. Противодействие к терроризму требует от нас предельной собранности, ответственности и профессионализма. Мы должны тщательно проализировать, что сделано и что еще необходимо сделать для нейтрализации, исходящей от международных террористических организаций укрозы. Также участники встречи обсудили меры противодействия деятельности членов международных террористических организаций. Губернатор призвал членов комиссии принять все необходимые меры, чтобы не допустить проникновения лиц, причастных к деятельности международных террористических организаций на территорию региона. На особом контроле информационные противодействия распространению экстремистских материалов. Так, за последнее время пресечена деятельность 16 человек, причастных к размещению в сети интернет призывов экстремистского или террористического характера. Причины и обстоятельства жестокой расправы подростка над собственной семьей сейчас выясняют самарские следователи. В одной из квартир дома на улице Ставропольской было обнаружено тело 41-летнего мужчины. По данным следствия, многочисленные ножевые ранения погибшему нанес его собственный 15-летний сын. Кроме того, от действий подростка также пострадала его мать, 37-летняя женщина и 13-летняя сестра. Они находятся в больнице. С подростком работают следователи. Тот уже дал признательные показания. В ближайшее время решится вопрос о взятии девятиклассника под стражу. По делу назначены первоначальные судебные экспертизы, в том числе судебная психолого-психиатрическая экспертиза. На учетах он не состоял ни в психо-нинарко-тенспансере. Также на него имеется вполне удовлетворительная характеристика со школы. В принципе, соседицы также отзываются о том, что семья была благополучная. И еще одна заметная новость в криминальной хронике дня. Приговор не состоялся из-за болезни обвиняемого. Сегодня суд Октябрьского района должен был вынести решение по делу Евгения Пуговкина. Напомним, руководителя туристического оздоровительного комплекса «Волжанка» обвиняют в получении взятки в 300 тысяч рублей. Эти деньги, по версии следствия, в июле прошлого года мужчина получил от руководителя одного из кафе, что стоит по соседству со здравительным комплексом, и пообещал разместить на его территории мусорные баки и передвижной киоск учреждения общепита. Приговор перенесли на другую дату. На какую, пока не уточняется. Беречь здоровье с молоду призывают самарские врачи. Больница имени Середавина присоединилась ко Всемирному дню борьбы с заболеваниями почек. В этом году он впервые посвящен детским патологиям. Сегодня специалисты нефрологического отделения провели лекцию о болезнях почек для всех желающих. Как защитить детей от серьезных проблем, совет родителям от врачей записала Валерия Макарова. Больше года 15-летняя Вика Старостина привязана к аппарату «Искусственная почка». История болезни девочки началась в третьем классе. Казалось бы, с мелочи. У Вики заболела нога, от лечения началась сыпь. Врачи даже подозревали заражение крови. Однако диагноз не подтвердился, а девочку переводили из больницы в больницу. Я даже до 10 лет ни разу не болела. Только пупочная грыжа была, а простуда и даже не болела. А вот как заболела, у меня сразу часто простуда была. Каждый месяц в больнице лежала. Сюда привезли и сказали, что у меня почки отказали. Заболевания почек называют немыми, потому что на ранних стадиях боли в области поясницы нет. Почки молчат. Насторожить родителей должны частые простуды, отеки, боли в голове, повышенное артериальное давление, анемия. Это уже повод сделать общий анализ мочи и крови ребенка. Он поможет диагностировать заболевания почек. И, как всегда, проще предотвратить, чем лечить. Активный образ жизни здесь первый помощник. Кроме того, почкам, особенно детским, нужна здоровая пища, а не фастфуды и полуфабрикаты. Следующий обязательный момент – это водный, пиктивой режим. Обязательно ребенок должен выпивать до двух литров воды. И так, чтобы почкам мы помогли с вами вымыть все те продукты вредные, которые в течение дня ребенок употребил, не дай бог, или которые организовались в организме. Детская заболеваемость мочеполовой системы в Самаре выше, чем в среднем по региону и России. Это связано в том числе с хорошей диагностикой болезней. Так, в год через нефрологическое отделение больницы Середавина проходит порядка 1300 детей. Валерия Макарова, Григорий Плешаков, События. Зима, прощай, сказали горожане в минувшее воскресенье. И хотя, судя по сегодняшнему снегу, холода не торопится отступать, праздничные гуляния, которые прошли во всех уголках города, удались на славу. В них приняли участие более 50 тысяч человек. При этом каждый пятый встретил широкую масленицу на главной площади Самары – площади Куйбышева. В гуще событий оказалась и Мариана Мирная. Больше 10 тысяч жителей Самары встретились в последний день масленицы на площади Куйбышева, чтобы проводить зиму. Все от мала до велика ловили солнечные лучи и хорошее настроение. У меня свой дом, мы сжем чучело, вообще все прекрасно и хорошо. И масленица – это весна, любовь, любовь! Замечательно, нам все понравилось. Можно прийти отдохнуть с детьми. Масленицу люблю, блины очень вкусные. Кроме традиционных конкурсов и концертов, впервые на площади Куйбышева установили огромную печку, из которой раздавали бесплатные блины. На вершине главный символ прощания с зимой – кукла Маслена. Еще одной новинкой стала выставка самоваров. Самый большой на 40 литров пыхтел и угощал гостей чаем. На широком празднике Масленицы можно не только отведать блинов, но и испытать себя. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Александр. А кто вы? Я кузнец. Скажите, пожалуйста, что за конкурс у вас здесь происходит, что нужно делать? Нужно забить гвоздик за меньшее количество ударов. Дадите попробовать? Конечно. Что ж, друзья, попробую испытать свои силы. Поехали. На народных гуляниях можно было встретить и организаторов праздника – главу Самары Олега Фурсова и представителей мэрии. Все требования, которые предъявляются санитарными службами, они здесь выполняются. Блины здесь есть как привозные, так и те, которые пекутся на месте. Для этого есть все условия – гиенические, электрические. И палатки, вы видите, все хорошие, организованные. Очень много интересных новых ремесленников сегодня посетили Самару. Как всегда, наш областной центр принимает ремесленников из Оренбурга, из Ульяновска, из Киночеркассы, из Сызрани. Особенностью сегодня является еще то, что все творческие площадки в основном занимают детские и юношеские коллективы наших учреждений образования и культуры. Масленицу отметили во всех уголках города. В Самарском районе праздник встретил гостей на Ленинградской улице. Русские народные забавы пришлись по вкусу жителям. Праздник чудесный. Настроение у меня, я не знаю. Попала я сюда нечаянно и вообще первый раз в жизни. До такой степени мне праздник понравился. Я готова плясать, выйти, прям плясать и в присядку. Моложе стало, мне кажется, я прям на 30 лет. Хоть с зимой и попрощались, по прогнозам синоптиков, она еще не хочет покидать самарские широты. В ближайшие три дня будет не по весеннему холодно. Ночью температуры могут опускаться до минус 8 градусов. Днем воздух будет прогреваться до плюс 2. Впрочем, к концу недели весна обещает вернуться. Мариана Мирная, Артем Сулайманов. События. Чистый понедельник. Сегодня начался Великий пост. Этот период верующие называют весной души. В церковной традиции Великий пост призван подготовить христиан к Пасхе – главному религиозному празднику. В ближайшие шесть недель православным верующим предстоит держать себя в строгости и отказаться от мирской суеты. С теми, для кого вера – высшее благо, встретилась Алина Чемерес. Каша геркулесовая, без масла. Потом гороховая каша. Это на первой неделе. Поста. Кисель. Без изысков, но вкусно, уверяют повара. Супы и каши сытные, хоть и на воде. Сегодня подают пищу на стол чуть теплой. Таковы церковные правила. В Самарской духовной семинарии повара готовят на 200 человек. Стараются, чтобы постная пища по вкусу не уступала той, к которой привыкли. Вкусно. Мы же добавляем приправу, зелень. Сейчас очень много. Петрушки, укропа. Возможно, специи. Лимон очень хорошо приправляет. Аппетит придает. Овощи, картошка, хлеб. Таков постный стол. Первая неделя Великого Поста самая строгая. Потом в пищу можно будет добавлять немного растительного масла. А вот от мяса следует отказаться до конца Великого Поста. Что интересно, в дни Великого Поста, по данным Росстата, в последние годы продажи мяса в России снижаются на 10%. А заказы постных блюд в кафе и ресторанах составляют треть от общего числа. Но строгость в еде, подчеркивают священники, не главная. Великий Пост – это не время диеты. Он должен напомнить человеку о самом важном, о душе. Это еще и время воздержания своих внутренних чувств. То есть самоанализ, работа над собою, над своими словами, поступками. Пост дает возможность человеку обновиться и душою возвыситься над своими какими-то вредными привычками, земными обязанностями. К этому просто стоит привыкнуть. Если постоянно соблюдать пост, то тебе в будущем становится легче. Увеличивается прилив сил. Вроде питание становится намного меньше, но сил почему-то становится больше. С Божьей помощью, наверное, все происходит. Чтобы дни, проведенные в воздержании, пошли во благо, отказаться нужно не столько от скоромной пищи, сколько от дурных мыслей. Для верующих Великий Пост – подготовка к главному христианскому празднику – Пасхе, которая в этом году выпала на 1 мая. Алина Чемерис, Станислав Левин. События. Весна. Время наводить порядок. В Самаре объявлена дата общегородского субботника – 23 апреля. Впрочем, генеральная уборка одним днем не ограничится. Она будет проходить в течение всего месяца. Марина Матвеевшина расскажет, как город готовится к преображению. Генеральная уборка города еще впереди, а подготовка к ней уже в самом разгаре. Дворники поторапливают весну и ворошат сугробы, чтобы те быстрее растаяли. В это время рабочие проливают кипятком и очищают от мусора ливневки. В недрах управляющих компаний готовят метлы, грабли и лопаты. Инструмента должно хватить всем желающим. Однако нужно учесть все нюансы и ошибки прошлых лет, отмечает глава города Олег Фурсов. В частности, своевременный вывоз мусора и обрезанных веток деревьев. И обращает внимание подчиненных. Нужно срочно организовать работу по уборке пыли и грязи с улиц. Если завтрашнего дня она не будет организована, я объявлю вам взыскание. Две недели назад я об этом сказал. Самарский район, Ленинский район, Куйбышевский район уже все очистились от снега. Там эта грязь начинает растаскиваться просто по улицам по всем. Люди ходят, дышат. Там, где уже все высохло, где снег стаял, ставьте людей. Пусть сформируют кучи и вывозят это все. Не надо ждать, когда все это поднимется в воздух. После генеральной уборки город преобразится. В ближайшие дни рабочие начнут мыть светофоры, дорожные знаки и ограждения. А на следующей неделе банные дни начнутся у самарских дорог. Их будут мыть специальным шампунем. В каждом районе сформированы бригады рабочих для уборки внутриквартальных территорий. Всего более полутора тысяч человек. Плюс 30 единиц спецтехники. Покрасят дорожные ограждения, все световые столбы и бортовой камень. Приведут в порядок газоны и побелят стволы деревьев. Остановки общественного транспорта почистят от объявлений, помоют, а некоторые заменят на новые павильоны. В планах и демонтаж 20 рекламных конструкций. Особенность проведения Мечника в текущем году администрации внутригородских районов выступает самостоятельно организаторами, что требует ответственного подхода. Приводить в порядок город будут весь апрель и начало мая. В борьбе за чистоту будут брошены все силы служб городского хозяйства. Также на средненькие субботники выйдут сотрудники различных организаций и все неравнодушные жители Самары. Общегородской субботник назначен на 23 апреля. Марина Матвейшина, Григорий Плешаков, События. А теперь коротко о других темах дня. Ракетные двигатели, произведенные на самарском предприятии ПАО «Кузнецов», успешно вывели на орбиту спутник «Ресурс-П». Запуск ракеты-носителя состоялся с космодрома Байконур. Двигатели РД-107А и РД-108А отработали в штатном режиме. Всего в 2016 году запланировано 17 запусков с четырех космодромов – Плесецк, Байконур, Куру и Восточный. Следующий старт намечен на 19 марта с Байконура. К Международной космической станции отправится корабль «Союз» с экипажем на борту. В сети появилось новое видео строительства развязки на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова. На месте уже виден внушительных размеров котлован, в котором работает строительная техника. Ранее подрядчик оптимистично заявлял, что, возможно, развязка будет готова раньше срока – уже к лету 2017 года. В Самаре стартует регулярная речная навигация между Самарой, Прораном и Рождественом. Курсирование судов начнется 15 марта. Навигация будет происходить от речного вокзала Самары до пристани села Рождествено с заходом на Проран. Теплоходы будут совершать по 9 рейсов. Заход на Проран будет осуществляться носом к берегу. Посадка и высадка пассажиров производится через носовой трап судна. В протоке Волгин под Самарой утонул рыбак. На его поиски водолазы поисково-спасательной службы Самарской области выезжали в Безенчукский район. О происшествии сообщили рыбаки. Около 6 часов утра не услышали крик о помощи, однако найти завучего не смогли. Кругом были камыши, на улице было еще темно. Когда расцвело, удалось найти разломанный лед и рыбацкие вещи. Поиски тела заняли два часа, утонувшего передали полицейским. В этом году улицы и торговые центры Самары украсят полтора миллиона цветов. Помимо традиционных газонов и клумб, цветники появятся у магазинов, торговых центров и промышленных предприятий. Более 2800 метров цветов планируют высадить в кашпо вдоль дорожной сети. В Самарском районе студенты Государственного колледжа сервисных технологий и дизайна вышли с инициативой в качестве дипломных работ разработать дизайн цветочных фигур. А теперь к экономическим событиям. Увы, но доллар пока не радует. Американская валюта подешевела на 15 копеек. Но этого оказалось недостаточно, чтобы пробить вниз отметку 70 рублей за доллар. На 15 марта Центробанк установил курс доллара США на отметке 70 рублей 15 копеек. Курс евро – 78 рублей 17 копеек. Золото стоит 2834 рубля за грамм, серебро стоит 34 рубля 96 копеек за грамм. Увы, но пока нет поводов ждать дальнейшего роста рубля. Нефть сдают позиции, и баррель Brent снижался до 39 долларов 80 центов. Правда, потом снова вернулся за отметку 40. На бирже рубль уже вырос выше значения, установленного Центробанком. Одна из причин снижения цен на нефть – отказ Ирана поддержать соглашение о снижении добычи нефти. Но с другой стороны, Евросоюз хочет договориться с Россией и отменить наконец-то санкции. И коротко о других заметных экономических темах дня. Правительство обещает, что затраты на лекарства начнут возмещать уже в следующем году. А банки не справляются с заложенным имуществом. В руководстве самарской компании Т-Плюс произошли изменения. Пост директора самарского филиала покинул человек-легенда в областной энергетике Владимир Дикоп. Его место занял Дмитрий Тружков, руководивший кировским филиалом группы. Время выбирать. Самарские школьники определяются с профессией. В городе выбран новый формат знакомства абитуриентов с вузами. Что-то вроде дня открытых дверей, где старшеклассники узнают, что могут предложить им университеты. Кем хотят стать будущие выпускники, расскажет Лариса Шлафаст. До выпускных экзаменов у самарских школьников остается почти два месяца. Какую профессию выбрать и в какой вуз пойти учиться. Помочь определиться может акция «Время выбирать». Экономисты, учителя, врачи, юристы. Выбор большой. Интересует 11-ти классников и авиакосмическая отрасль. Площадка объединенного Самарского университета вызвала большой ажиотаж. Меня это увлекает. Я это хорошо все понимаю. Собираюсь идти в аэрокосмический институт. Это космическое авиастроение, спутники. Это все дело. Я считаю, что это будет полезно для нашей страны. Акция «Время выбирать» проходит второй раз. Все вузы города подготовили для школьников презентации, в которых рассказывают об истории и факультетах своего учебного заведения. Потенциал вузов нашей Самарской области сейчас очень высок. Мы можем на очень высоком уровне готовить практически любого специалиста. Мы должны наиболее подготовленных, самых высокоинтеллектуальных ребят оставить в Самарской области. Каждому вузу отводится 10 минут. И за 10 минут надо показать, почему именно в этот вуз должен пойти наш выпускник. И вы знаете, многим это очень удается. Ребята потом могут выйти из зала и еще и побеседовать с представителями вузов и задать все интересующие вопросы. Акция «Время выбирать» пройдет в Сызрани, Тольятти, Новокуйбушевске и Отрадном. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. Время новостей спорта. И я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Самарский сноубордист выиграл Кубок России. Крылья Советов перестали забивать в премьер-лиге национального чемпионата. Юные баскетболистки выиграли бронзовые медали Первенства России. В финале Первенства России по баскетболу среди юниорок сборная Самарской области заняла третье место. В медальном матче волжане одолели столичную глорию 61-52. В символическую сборную турнира попала и лидер Самарской команды Полина Козяр на позицию нападающего. Самарским горнолыжникам повезло больше. Мастер спорта Максим Рогозин выиграл общий зачет Кубка страны по сноуборду. В Миасе Урал на последнем этапе соревнований он занял первое место в параллельном слаломе. И пятое место в параллельном слаломе гиганте. Еще один армеец Богдан Богданов завоевал бронзовую медаль в параллельном слаломе в финале турнира. Самарские футболисты катастрофически теряют зачетные очки в Премьер-лиге. Крылья Советов потерпели третий подряд поражения в чемпионате страны. На этот раз от Краснодарской Кубани. В первом тайме самарцы могли забить первыми, но Яхович не смог переиграть галкипера Кубани. Во втором тайме Крылья пропустили два мяча сначала с пенальти, потом с игры. 0-2 досадное поражение Самарского клуба и это уже четвертый матч, в котором Крылья не забивают ни одного мяча. Сейчас Советы пока на 12-м месте, а в Премьер-лиге сменился лидер. Ростов опустил на вторую строчку ЦСКА. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Мир помещиков и крепостных, его нравы и темные стороны. Все это показано в дебютной работе режиссера Александры Стреляной «Суходол» в основе одноименная повесть Ивана Бунина. Сложная история взаимоотношений в условиях крепостной России. Фильму достоился гран-при нескольких дипломов и был тепло встречен критиками и зрителями. Смотрите фильм «Суходол» сегодня на нашем канале в 22.00. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложение и смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова